ВЕЛИКИМ ГОДОМ ДЛЯ ГЕЙМЕРОВ 2014 будет великим годом для геймеров. Да, мы традиционно сделали подборку лишь из пяти игр, но на самом деле их будет намного больше. Просто мы ценим ваше время и расскажем лишь о самых выдающихся играх. Выпуск подготовлен при поддержке компании Verbatim и их революционного гаджета для стриминга контента Verbatim MediaShare Wireless. Пятое место Murdered Soul Suspect. Перед вами крайне необычная игра. Ну, хотя бы потому, что ее главный герой мертв. Да, в один прекрасный вечер детектив Ронан О'Коннор увидел свою собственную смерть, а после осознал, что он привидим. Вот он, самое сложное дело всей жизни — разгадать собственное убийство. К счастью, Ронан умеет не только сквозь стены проходить. Ключевой геймплейной особенностью является то, что он может, скажем так, вселяться в тела людей, смотреть на происходящее их глазами, подслушивать их разговоры, может даже вбивать в их головы свои же воспоминания. Грамотно комбинируя все эти приемы, вы и будете направлять следствие в правильном направлении. Впрочем, что-то нам подсказывает, что найти убийцу будет не легче, чем отыскать господина Януковича. Четвертое место — The Crew. Как вы могли заметить, все успешные гонки последних лет активно лезут в онлайн. The Crew возводит это утверждение в абсолют. Итак, представьте себе, у ваших колес вся Америка. Нет, реально вся. Все 50 или сколько там штатов. Вокруг море гонщиков со всего мира. Все они гоняют и соревнуются между собой. И пока вы еще не успели закрыть рот от удивления, игра тут же открывает второе дно. Сюжетные миссии, которые необходимо выполнять в спайке с тремя вашими закадычными друзьями. Итак, кореш кидает вам приглашение, и вы перемещаетесь к точке сбора. Задания всегда носят незаконный характер. К примеру, ограбить броневик с кучей денег. Пользуясь скайпом, а также наблюдая за друзьями при помощи вот этих маленьких экранов, чувствуешь себя самым настоящим владеем. А после этого игра сделает еще один рывок и предложит посоревноваться с другими такими же командами. Не знаем, как вы, а мы срочно пошли искать трех друзей. Слово о друзьях. Портативный адаптер Verbatim Media Share Wireless позволит легко поделиться информацией с друзьями. К нему всего лишь нужно подключить внешний жесткий диск, флешку или даже SD-карточку. Третье место. Watch Dogs. Watch Dogs это такое себе GTA, но с прицелом на хакерство. Разработчики заверяют, что вас под контролем может быть весь город. Взламываем охранные системы, банкоматы, уходим от полиции, регулируя светофоры и даже движение поездов метро. На что говорить, герой этой игры умеет оставлять без света целые кварталы. Нашли чем хвастаться, ответили в нашем ЖЭКе. И вот таких различных действий в игре по заверениям ответственных лиц 75 штук. Watch Dogs точно первая игра с подобными возможностями. И нам становится как-то даже страшновато немного. Сколько же хакеров она воспитает? По большому счету, перед Watch Dogs есть только одна проблема. И называется она GTA V. Переплюнуть ее, как вы понимаете, не будет. Оттого и перенесли Watch Dogs. Ведь изначально игру планировали выпускать сразу после творения Rockstar. Второе место. Infamous Second Son. Во время монтажа данного сюжета Infamous как раз ушла на золото. Это эксклюзив для PlayStation 4. И на наш взгляд, пока это самая главная игра для этой консоли. Итак, молодой парень отстаивает свой родной город Сиэту от разных правительственных мудозвонков. Все как у нас в Украине. Но делает он это крайне эффектно. Начнем с того, что у персонажа вообще нет оружия. Никакого. Мы как-то забыли сказать, но его роль выполняет тело героя. Прямо из рук он умеет пускать фаерболлы. Создавать из них некое подобие меча. Да что говорить, он даже немножко летательный. Ну а когда совсем приспичит, может просто брушиться на землю и спровоцировать тем самым маленьким ударом. Помимо неординарного геймплея, Infamous интересно и другими вещами. Это абсолютно точно самая красивая игра на PlayStation 4 на данный момент. Это абсолютно точно самая красивая игра в мире по части работы со световыми эффектами. И даже Оскар не грех дать. А с собой в путешествии не грех взять вот эту маленькую коробочку. Для Батин Media Share Wireless. Оно очень даже пригодится, когда вам с друзьями захочется просмотреть фотографии, сидя где-нибудь у костра. Первое место The Witcher Wild Hunt. Игры от польских парней CD Projekt Red всегда были очень близки по духу всем, кто живет в странах бывшего СНГ. Здесь и схожая мифология, понятные мотивы героев, да хотя бы знакомые березки. Первые две игры пользовались на наших просторах особенной популярностью. Третья часть, конечно же, делают с оглядкой на Скайри. Посему на смену относительно тесным локациям придут огромные открытые просторы, покорять которые можно будет в том числе и на лошадях, и даже на лодках. Более того, поляки выступают с довольно смелыми заявлениями и говорят о том, что в Скайриме по сравнению с их игрой мир был довольно бездушным. А вот у них своей жизнью в игре будет жить каждый кустик и каждый бомж. Если серьезно, то жители будут сами обращаться к Ведьмаку за помощью. Квесты теперь будут объединены в логичные цепочки и, конечно же, нас ждет улучшенная картинка. В общем, наша любимая игра завернутая в современные технологии. Ждем с нетерпением. Ну а что касается тебя, наш дорогой подписчик, то хотим наградить тебя вот таким призом. А перед тобой подлинный дневник Джорджа Вашингтона по мотивам игры Assassin's Creed. Для того, чтобы его получить, тебе нужно поделиться этим видео в любой социальной сети, а затем отчитаться о проделанной работе в нашей группе ВКонтакте в соответствующей теме. Результаты уже через неделю. Удачи!